Если в семье произошел развод, это еще не означает конец отношений. Очень часто мужья, которые уходят от жен к любовницам, через некоторое время возвращаются домой с повинной. Почему это происходит, и как вести себя женам нашкодивших мужей? Почему уходят мужья? Практика знает множество случаев, когда уходит муж из семьи, но потом возвращается, и пара продолжает жить долго и счастливо. Женщины гораздо терпимее мужчины способны многое прощать. В жизни практически каждой женщины была измена любимого человека и последующие прощения. Мужчины же устроены таким образом, что измена для них – это обычное дело, физиологический процесс, который ничего не значит. Чаще всего муж изменяет жене, потому что этот соответствует статусу самца, потому что это интересно. Нередки случаи, когда измена происходит и под влиянием алкоголя. В отличие от женщин, которые болезненно переживают собственную измену, мужчины не придают своим похождениям особого значения. Если они и виноваты, долгих переживаний не будет, а после того, как будет получено прощение жены, измена, скорее всего, повторится. И такая ситуация для многих мужчин норма. Они могут пять раз изменить и такое же количество раз будут прощены, так как для их жен главное – душевная верность. Но если муж собрал вещи и ушел, это говорит не о просто физиологическом сексе или спортивном интересе. Мужчина – семьянин, привыкший к домашнему уюту, выглаженным рубашкам и вкусным обедам, навряд ли уйдет из семьи ради мимолетного увлечения. Он, скорее, будет тихонько встречаться с любовницей, но не пожертвует собственным комфортом. Уходят мужчины к другим женщинам по следующим причинам. Любовь. Такие случаи бывают, когда встречается первая любовь. Старые чувства вспыхивают с новой силой, и эта связь заканчивается тем, что муж хочет уйти из семьи. Также мужчины влюбляются в других женщин, когда происходит кризис среднего возраста. Желание чувствовать себя моложе толкает уже немолодых мужей в объятия юных девушек. Измена жены. Мужчины женскую измену прощают очень редко. Это удар по их мужскому самолюбию, который не каждый может пережить. Проблемы психологического характера. Мужчина хочет уйти из дома, где неблагоприятная эмоциональная атмосфера, где постоянные недомолвки, ссоры, где его не понимают. Зачастую в семейной паре существуют проблемы из-за разногласий в жизненных взглядах, вопросах религии и воспитания детей. Финансовые и бытовые проблемы. Из-за нехватки денег также могут возникнуть проблемы. Если жена будет упрекать мужа в финансовой несостоятельности и пилить его по этому поводу, рано или поздно он уйдет от жены. Проблемы в интимной жизни. Сексуальная жизнь мужчины длится довольно много лет, вплоть до пожилого возраста. И даже через год семейной жизни мужья нуждаются в полноценном интиме. Женщины же, занимаясь бытом, детьми, перестают уделять должное внимание супругам. Внешний вид жены. В семейной жизни мужья видят своих жен неухоженными и непричесанными, одетыми совсем неженственно. А на работ, наоборот, они каждый день видят красивых женщин, коллег в модных нарядах, благоухающими парфюмом. Сравнивая, мужчины с каждым днем перестают смотреть на своих жен, как на женщин. Отсюда проблемы в сексуальной жизни, раздражительность, недовольство друг другом. Куда уходят мужья? Не всегда семьи распадаются из-за других женщин. И не каждый мужчин, обретая свободу, стремится ее снова же терять. В случае, если муж ушел из семьи ради любовницы, он уйдет именно к ней. Если же причины разрыва другие, то временным пристанищем мужчины могут быть родительский дом, съемная квартира, дом друга, дача или гараж, офис, машина. В крайних случаях супруг увольняется с работы и уезжает в другой город. Если же он не находит себе постоянного места жительства, можно быть уверенной, помыкавшись, он обязательно вернется. Через какое время муж вернется домой? Как уже говорилось, если муж ушел из семьи, это не обязательно значит, что навсегда. Пройдет определенное время, и он может вернуться. Все зависит от некоторых обстоятельств. Причина, из-за которой муж ушел из семьи. Как будут складываться ваши отношения после разрыва? Что вы сделаете для его возвращения? Если же муж ушел к любовнице, то, как показывает практика, он уйдет от нее. Когда закончится конфетно-букетный период, длится он в среднем 3-4 месяца. Если проанализировать, почему муж ушел к другой, то можно выявить следующие причины. Любовница привлекательнее вас, ухоженнее. Она обладает массой свободного времени, поэтому может посвятить его только вашему мужу. Она не обременена заботами, она не взваливает на супруга бытовые проблемы, не пилит его. Она искушена в сексе. Через 3-4 месяца у супруга спадет пелена с глаз, и он увидит, что его любовница – обычная женщина, такая же, как и вы, и сотни других женщин. Она также может ходить непричесанная, приходить с работы уставшей. Она будет просить супруг забить гвоздь, вынести мусор. Он поймет, что нового он ничего не приобрел и поэтому вернется к прежней жизни, то есть к вам. Почему мужья возвращаются? Когда муж сообщил, что уходит навсегда, вам показалось, что это конец семье, конец отношениям. Но статистика показывает, что неверные мужья возвращаются в большинстве случаев. И происходит это из-за следующих факторов. Привычка. Мужчины сами не замечают, как привыкают к определенным вещам, мелочам. Или жизнь с другой женщиной вскрывает эти мелочи. Он замечает, что любовница не так готовит, как жена, любит не идти фильмы и передачи, слушать другую музыку. И он возвращается, потому что не в силах менять привычки. Переоценка ценностей. Если муж ушел к другой или просто из дома, произошло это, наверное, в пылу эмоций. После того, как пройдет время, мужчина осознает всю ценность семьи, свои ошибки и вернется. Примирение. После того, как муж ушел из дома, общение с женой и детьми все равно продолжается. И со временем вся злость и обида улетучиваются. Как пережить уход мужа? Если муж ушел и не хочет возвращаться, любой женщине это будет неприятно, больно и обидно. В момент, когда он сказал, что уходит, кажется, что это предательство и измена. Первая мысль, возникающая у жены, конечно, любовница. Но, как уже говорилось, муж не всегда уходит к другой женщине. Период разрыва для женщины длится на несколько этапов. Страдания. Почему ушел муж? В чем я виновата? Как жить дальше? В этот период сгоряча совершается очень много глупых поступков, о которых потом оба супруга жалеют. Гордость. Немного остыв, женщины думают, ну и что, что муж ушел и не звонит. Ну и что, что ушел навсегда? Я проживу без него, а он пропадет. Опять страдания. И жалость к себе, к мужу. Женщина уже готова простить все на свете, лишь бы он вернулся. В эти периоды женщина может наделать много глупостей, которых нужно остерегаться. Ни в коем случае нельзя проливать слезы, умолять, устраивать разборки с любовницей, шантажировать детьми. Главное, дать время, чтобы вернулась трезвость ума, а после этого уже можно думать, что делать. Как вернуть мужа в семью? Если поводом разлада ваших отношений послужила нелюбовница, то, как скоро он вернется, зависит только от вас. Нужно переждать несколько недель, дать обоим остыть и подумать, а потом приступать к действиям. Если его уход был скандальным, нужно обязательно поговорить и извиниться. Наверняка, он тоже извинится, осознав свои ошибки. Нужно хорошо проанализировать и понять, в чем именно виновата. Если ушел муж из семьи, это говорит о том, что его что-то не устраивает. Значит, в семье было не все гладко. После того, как пройдет немного времени, нужно встретиться и открыто поговорить. Если не получается решить вопрос без скандалов, общайтесь посредством писем или смс-сообщений. Выясните, что именно не нравится в вас вашему мужу, поймите, почему именно вы так себя ведете. Ни в коем случае не нужно взаимно упрекать его и обвинять. Согласитесь, пообещайте исправиться и также честно скажите о своих претензиях. Следующий шаг – это исправление. Мало пообещать, нужно совершать поступки. Начните меняться. Муж вернется, если увидит в вас любимую и желанную женщину. Следите за своей внешностью, вы должны всегда быть ухоженной и привлекательной. Будьте спокойны и сдержаны, не позволяйте себе превратиться в истеричку. Будьте раскрепощеннее в постели, чтобы он и не помышлял о других женщинах. Будьте нежной, ласковой и спокойной. Сегодня провести работу над собой не составляет труда. Можно обратиться за помощью к психологу, посетить специальные тренинги, посмотреть мотивирующие фильмы, почитать соответствующую литературу. Все зависит от вашего желания вернуть мужа. Если же вы знаете, что муж ушел к любовнице, нужно проявить хитрость. Если она чем-то привлекла вашего супруга, значит, нужно стать еще лучше. Тем более у вас есть большое преимущество, вы его жена, а, значит, можете в любой момент ему позвонить и попросить о чем угодно. Действуйте доброжелательно и открыто, используйте любой повод, чтобы пригласить его домой. В конце концов, он может навестить детей. В приходы мужа домой приготовьте его любимое блюдо, как бы случайно поставьте его любимый фильм. Приходя к вам, он должен видеть приятную и родную обстановку. И не забывайте о себе. Вы должны быть привлекательной, доброжелательной, веселой и заботливой. Когда вы почувствуете, что он уже всей душой с вами, в семье, соблазните его. Не нужно стесняться, испытывать чувство неловкости, ведь это ваш муж. Это его любовница должна испытывать стыд, так как из-за нее он оставил вас. Через определенное время он поймет, что это его родной дом, вы его жена, а рядом любимые дети. В некоторых ситуациях муж уходит из дома, чтобы просто проучить супруг, показать ей, что она может потерять. В любом случае важно вовремя осознать ошибки, извиниться друг перед другом и простить. Ведь может наступить такой момент, когда примирение будет невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok